Подземные и подводные переходы. Как новая городская стратегия должна учесть и водные, и человеческие транспортные потоки в городе. Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Как арт-фестиваль приносит городу финансовую выгоду? Сначала городостроительство, потом искусство. Мы вас спрашиваем на сайте, вы можете проголосовать, ну, кроме того, что оставляете комментарий. Какой тип города больше всего подходит Екатеринбургу? Варианта три, и, наверное, они требуют каких-то пояснений. Европейские, ну, то есть Париж, Барселона, Лондон, все, что вы так любите, когда выезжаете в шенгенскую зону. Азиатские, это вот высоко в сити, а там, где сити нет, ну, если это бедный квартал, то это, скорее всего, трущобы. Если побогаче, такой средненький, то это такие знакомые нам многоэтажки очень плотно расположены. И третий вариант американский, ну, то есть есть отдельно сити, а есть отдельно субурби, одноэтажная Америка, из которой регулярно люди ездят к себе на работу в офисы. Вот, выбирайте, потому что Екатеринбург, наверное, очень хочет быть европейским, но пока склоняется к американскому. Почему мы про это говорим? Потому что месяц и больше в городе бушевалась стихия, такая дискуссионная, надо ли строить подземный переход на перекрестке Ленина и Московской. Это была стихия народной дискуссии, которую завершила стихия природная. Когда пошел дождь, выяснилось, что в подземных переходах, и вот это такой был, наверное, главный аргумент, надо их строить или нет, скапливается вода, и вообще система не справляется иногда, система канализации с таким количеством воды. В общем, такое подчеркнутое выражение того, что подземный переход в городе может быть вполне себе противоестественной штукой. Вообще, если бы не вмешательство небес, мы бы говорили про пространственное развитие Екатеринбурга, может быть, с меньшей актуальностью. Сейчас вообще готовится такой документ, стратегия пространственного развития Екатеринбурга, и в ней должны учесть какие-то ошибки, а может быть, радикально поменять подход к городу, ну и вот в том числе сделать судьбоносный выбор европейский, азиатский, американский. Давайте мы про это сегодня поговорим, но сначала закончим все-таки с водоотведением, с канализацией. Вот вам небольшой комментарий от Александра Репина, директора муниципального унитарного предприятия водоотведения «Искусственные сооружения». Он объясняет, справляется у нас ливневка или нет. Ведро воды вылить в раковину, она же сразу не уйдет, то есть она покрутится и потом она уходит. Так же происходит и с дождевой канализацией. То есть даже в СНИПе написано, в нормах СНИПа, что дождевая вода, скопленная на проезжих частях, должна уйти в дождевую канализацию в течение 40 минут после окончания ливня. У нас в принципе везде таки происходит, за исключением тех случаев, когда решетки забиваются бытовым мусором. Это пакеты, мешки, пачки сигаретные и так далее. Поэтому бригада выезжает оперативно, это все убирает и вода сходит. Небольшое добавление. В эти выходные выпало в три раза больше осадков, чем наша система может выдерживать. То есть в принципе она должна работать, но бывают исключения. Все, давайте говорить про подземные переходы. Это такая актуализация. И с этого частного случая выйдем на стратегию пространственного развития. У нас в гостях Андрей Толмачев, руководитель проектов фонда «Город.Про», Михаил Вяткин, глава Городостроительного совета Екатеринбурга. Здравствуйте. Давайте все-таки поговорим немножко про переходы. Сегодня на сайте городской администрации, на других площадках, где шло голосование, нужен переход на Ленина-Московской или не нужен, подведены результаты, и вроде как население высказывалось за то, что не нужно. Вам не кажется, что это вообще очень странный разговор, когда город обсуждает очень долго один переход? Это же означает, что у нас нет какой-то стратегии, которая давала бы нам понимание, как городу развиваться. Именно поэтому мы так вцепляемся в частные случаи. Смотрите, в большей степени, наверное, обсуждали все-таки большинство людей не частные случаи. Большинство людей, когда они обсуждают, они же не думают о том, 15% пропускная способность – это что такое? Не знаю. Как это отразится, конкретно вот это проектное решение на удобстве доступа на трафике трамваев, на удобстве доступа людей? Обсуждали скорее более концептуальные вещи, насколько удобен или неудобен в городе подземный переход. Ну, для большинства людей, потому что они не оперируют конкретными цифрами и не говорят о конкретном техническом решении, которое большинство не видели. И это очень показательный момент, что сознание людей меняется. То есть, когда мы год назад обсуждали тот же самый, ну, не этот подземный переход, а подземный переход на Ленина-Восточный, то очень много людей высказывалось против. Ну, на Ленина-Восточный мы предлагали его убрать в рамках концепции развития проспекта Ленина. Против, потому что для них мысль была новой. Ну, постепенно, когда мысль доносишь, когда уходит вот это вот первое отторжение, что подземные переходы это в любом случае нужно строить на каждом перекрестке, приходит понимание того, что это не совсем хорошее ощущение. То есть, он неудобен для маломобильных горожан, для стариков, для женщин с колясками, для велосипедистов. Он не дает слишком большой пропускной способности, но стоит очень дорого. То есть, подземный переход, который предлагался, стоил порядка 300 миллионов, а сейчас все-таки кризисный год. Народ понял, что это неудобно и не очень понимает, куда деньги. Михаил Борисович, как вам кажется, у горожан произошел какой-то сдвиг, они поняли, что город должен быть не только для автомобилей, или что не всякое строительство хорошо. Почему так проголосовали? Ну, знаете, я два бы момента отметил. Во-первых, это очень здорово, что город обратился к горожанам. Это не говорит о слабости администрации, это говорит о том, что мы обратились к человеку, к нашему населению города, и выяснять его мнение – это архиважно. Но, выясняя мнение, нужно еще и рассказывать, и объяснять, почему мы так или иначе поступаем. Я не думаю, что в связи с каким-то очередным природным катаклизмом нужно отказываться от освоения подземного пространства городского. От этой тенденции никуда не уйдешь. Нужно строить переходы подземные. Но другое дело, в каких местах их делать. Вообще, лучше бы отказаться от транспорта в центральной части города, только общественной. И тогда подземных, может быть, переходов не потребуется. Но в данном случае речь идет о пересечении городской магистрали и нашей магистрально-малого кольца. Тут никуда транспорт не уберешь, он всегда будет в огромном количестве. Поэтому решение может либо под, либо по земле, либо над землей. Вот если выбирать над землей или под землей, я склонюсь в сторону подземных переходов, потому что надземные в любом случае не украсят город. Все вот эти вот мосты, возьмите восточную, возьмите, не надо повторять, они рассекают пространство городское. Подземное, оно более деликатно решает проблемы. Конечно, если бы было А по земле в одном уровне, не получится. Это сложно, когда достаточно значимое движение происходит в этом месте. Поэтому за подземный переход. Давайте послушаем заместителя главы администрации Екатеринбурга Евгения Липовича. Он подвел итоги голосований и объяснил, что вот в администрации изменилось в приоритетах. Город должен быть удобен для всех категорий граждан, для удобного перемещения по нему. Без каких-либо дополнительных барьеров. Мы должны понимать, что город должен быть доступен к любым категориям граждан. Неважно, это мама с коляской или человек на велосипеде, или это люди с ограниченными возможностями. Часто многие не понимают, что люди с ограниченными возможностями – это не только инвалиды по опорно-двигательной системе или по зрению. Но это еще просто люди, которые преклонного возраста трудно перемещаться, трудно преодолевать те же самые ступени, которые на улицах города, к сожалению, еще достаточно много. Поэтому для них пешеходный переход – это тоже дополнительный барьер. Итоговое решение не планируем сегодня. Сейчас идет корректировка проекта. После корректировки он будет направлен на экспертизу. И, по всей видимости, в рамках корректировки мы не будем строить подземные пешеходные переходы. В случае, когда начнется строительство второй нитки метро, там, несомненно, входы в метро будут совмещены в том числе с подземными переходами. Несколько цифр. Всего проголосовало за неделю 16679 пользователей. И большинство, 8239 человек, проголосовались против строительства. 7 929 за и около 500 респондентов сказали, что им все равно. Смотрите, мы сейчас говорим про пространственное развитие. И сами, в общем, видимо, не очень представляем, каким должен быть город. Потому что вы, Михаил Борисович, в частности, когда говорите про центральный район, у меня начинают волосы шевелиться на бровях и везде, где только можно. То есть вы говорите, в центре нужно отказаться от транспорта, кроме общественного, но при этом сделать подземные переходы, потому что там интенсивные движения, и потому что это красиво. И на Иннопроме, когда обсуждали стратегию пространственного развития, я, может быть, профан, но мне казалось, я слышу там некоторые противоречия. Вы говорили про то, что вот на Уралмаше сейчас делают торты и колбасы, а там не должно быть никакого производства. И тут же буквально говорили, что у нас все районы должны быть многопрофильными, там должны быть рабочие места, ну, стало быть, и производство тоже. Какой все-таки должен быть город, и как он должен быть устроен? Вы знаете, никакого противоречия в моих высказываниях нет. Я говорю о центральной части города, о том, что там должен превалировать общественный транспорт. Туда нужно исключить попадание личного транспорта, за исключением тех, кто живет в этом районе. Все машины должны остаться на периферии, за Малым кольцом. Мы говорили, а если говорить о переходах, то, конечно, в этом центральной части города их и не нужно будет, если мы ограничим туда движение частного транспорта. А вот на магистральных улицах, каким им является среди наше Малое кольцо и пересечения городских основных магистралей, такие вопросы будут, такие переходы будут нужны, тогда или давайте откажемся вообще от пересечения пешеходов в этом месте. Хорошо, я буду рефреном повторять свой вопрос. Какой Екатеринбург должен быть азиатский, американский, европейский? Ну, вы знаете, он должен быть уральский. Хорошо. То, что вы говорите о стратегии пространственного развития и как городу развиваться, то две тенденции могут быть. Либо мы развиваемся вширь, либо мы делаем компактный город. Вот я приверженец компактного города без расширения его за те границы, за стройки, которые уже сложились. Европейский. Если говорить об Уралмаше, это не означает, что я против того, чтобы на Уралмаше делали колбасу или пекли торты. Но должен быть порядок. Пока это машиностроительный завод, пока там ничего не изменилось внутри самого завода. Это какие-то самостийно организованные производства. И мне не нравится, что пекут, допустим, торты или делают колбасу рядом с каким-нибудь литейным или гальваническим производством. Везде должен быть наведен порядок. То, что промышленные территории нужно рекультивировать, то, что они сегодня готовы отдать значительную часть своей территории городу, это надо использовать. Давайте мы промышленность, ту, которая сегодня была профилирующей, соберем в одном месте, а остальную часть отдадим городу. И вот тогда там можно развивать и, может быть, какое-то чистое производство. Там можно строить и жилье, там можно делать и общественное здание. Мы подойдем к промышленным зонам как к градостроительному элементу. Пока сегодня этим никто не занимался. Это была вот территория Уралмаши, вот территория Ильмаши, Лихимаша и за собор Нини. Хорошо, Андрей, вот вам не кажется, точнее я поделюсь своим наблюдением. В этом году, в частности, ваш фонд – это такая боевая общественная организация. Вы очень оперативно вмешиваетесь в актуальные проекты городостроительные. Реконструкция 8 марта, тут же предлагаете велодорожку. Реконструкция перекрёстка Московской и Ленина, вы тут же предлагаете своё решение. А у вас есть общее видение города? И вам не кажется, что вас недостаточно привлекают к разработке стратегии общей городской? Ну, мы привлекаемся настолько, насколько нам позволяет своё время. То есть, если бы мы привлекались по всем вопросам, которые есть, наверное, я бы не смог. Владимир Золоказов, Лариса Базумова, тем не успевали бы даже спать и есть, потому что в администрации огромное количество сотрудников, которые работают по разным направлениям. То есть, мы связываемся в основном с теми направлениями, которыми мы занимаемся. Мы занимаемся пешеходной средой, мы занимаемся велоинфраструктурой, и мы занимаемся поскольку-поскольку общественным транспортом. Что касается пространственной стратегии развития, да, стоит привлекать нас, но мы не какой-то там краеугольный камень в выработке этой стратегии, должны обсуждаться среди разных категорий, в том числе среди бизнеса, среди специалистов, среди учёных-транспортников, среди архитекторов, причём как екатеринбургских, так и, возможно, даже зарубежных специалистов, ну и, естественно, среди общественности и среди населения. Как Вы думаете, население какой город выберет? Потому что пока стихийно выбирают американский. То есть, мы будем ездить на автомобиле в центр города или из спального района, если денег чуть-чуть побольше, построим себе домишко в пригороде и будем из этого домишки ездить в центр? Смотрите, на самом деле это следствие того, что у нас сейчас, к сожалению, не развит наземный общественный транспорт. То есть, если я, выйдя из дома, буду ехать на трамвай дольше, чем на автомобиле, то я, естественно, выберу автомобиль, он комфортный. Если бы я на скоростном трамвае добирался быстрее до центра, то я бы, весьма вероятно, выбрал его, потому что не жалко свое время. Ну, то же самое в случае с велосипедами. Если мне негде хранить велосипед, мне приходится с пятого этажа его спускать на себе, потом ехать по дороге, когда мимо меня проезжает автомобиль на скорости под 60 км, потом думать, не украдали ли мне велосипед рядом с моей работой, то весьма вероятно, я его не выберу. Если у меня будут все условия для того, чтобы я ехал, возможно, я пересяду на велосипед. И администрация должна стимулировать жителей, чтобы они пересаживались на общественный транспорт, создавая условия, улучшая общественный транспорт, и вводя контролирующие элементы вроде платной парковки в центре. То есть, в центре места на всех для парковаться не хватит, поэтому тот, кто хочет приехать и запарковать машину, пусть он, соответственно, заплатит за то, что он занимает место, которое мог бы занять другой человек. Знаете, очень здорово звучит по-европейски, в европейских муниципалитетах очень часто побеждают левые, потому что вот у них такие идеи, давайте потратим денег на общественные блага. И у вас это все звучит с точки зрения затрат. А как заманить администрацию, как им объяснить, что это в итоге приведет к увеличению капитализации города, извините за такую терминологию. Вот не только траты, но еще и доходы. У вас есть такие аргументы? Да, есть. Конкретно в привязке к Екатеринбургу, к сожалению, мы еще не успели провести исследования, которые показали бы конкретно на Екатеринбургской почве, сколько денег это принесет в карманы кому. Но, например, в Европе такие исследования проводятся. То есть, в случае транспорта, самые банальные исследования, мы смотрим загрязнение окружающей среды. Большую часть загрязнения окружающей среды приносит выхлобные газа автомобиля. Мы смотрим время, которое теряет человек в поездке. Мы смотрим вред его здоровью. То есть, если ты сидишь час в машине, допустим, когда едешь из Химаши, и час потом обратно в этой машине, то, естественно, это не сказывается лучшим образом на тебе. Ты нервничаешься, стоишь в пробких, вокруг людей гудят. Но экономическая наука считает даже зря сожженный бензин, на самом деле. Да, соответственно. Опять же, есть еще один интересный параметр. Когда человек покупает бензин, он покупает не какой-то товар в городе, который произведен, не те же самые торты с Уралмаши, которые он, может быть, перевез бы, а, соответственно, бензин, который в нашей области не так что производился, ну и в нашем городе тем более. А эти деньги могли бы пойти на какое-то местное производство, то есть в кафе, например, на подарки кому-нибудь, на книги. Я прошу прощения. Я предложу вам дать слово заместителю главы администрации Екатеринбурга Александру Высокинскому. Он про экономику знает и про согласование интересов во время разработки стратегии. Мы сегодня не утверждаем же документ. Мы на сегодня начинаем этот диалог. И очень неплохо, когда у нас есть возможность друг другу сказать, слушайте, а я считаю вот это правильным, кто-то считает вот это правильным. Вот когда мы будем обсуждать итоговый документ, можно будет говорить нам, вам кажется, не кажется, получилось, не получилось. Сегодня это начало диалога, это очень и очень неплохо. Когда городостроители получают вот эту вот прямую связь с экономистами, которые как раз говорят, вот профиль, где мы должны быть. Мы нарисовали город, исходя из показателей. Качество жизни, показатели товарооборота, рождаемости, смертности и так далее, и так далее. А городостроитель сейчас должен это дело все, ну, как говорится, оформить в своей части. Михаил Борисович. Я просто хотел к предыдущему вернуться. Как-то странно, вы стали сразу обвинять администрацию в том, что она не понимает. Да все, как раз администрация в этом направлении работает. Тут нет никаких разногласий ни с городом, про администрация тоже говорит. Нужно ограничить въезд транспорта в центральную часть. То есть нужно строить паркинги. Да, у нас даже была программа строительства наших муниципальных паркингов по периметру. И, в принципе, мы начали такое, даже проекты были. К сожалению, денег не хватает. Есть и другие какие-то варианты. Может быть, привлечение частного капитала с тем, чтобы, так сказать, он получал какую-то выгоду от строительства паркингов на периферии нашего исторического центра Екатеринбурга. Можно, Мишаевский? Давайте, да. Но хотелось бы, чтобы стратегия администрации была более последовательной. То есть, с одной стороны, мы говорим про общественный транспорт, вводим платные парковки, делаем много хорошего. С другой стороны, например, вкладываем огромное количество денег, например, в бессветофорную московскую. И при этом, например, не можем обособить трамвайные пути в центре города, хотя давно пора это сделать. То есть, может быть, стоило уже определиться, что там в нашем приоритете общественный транспорт. Большую часть денег мы выделяем на это. Вы упоминаете улицу Московскую и забываете, что это Малое кольцо. Оно останется транспортным кольцом Екатеринбурга. У нас три кольца. Малое, срединное и Екат. И никуда тут не денешься, тут не уберешь транспорт. Поэтому то, что делает администрация бессветофорная, регулирование вот этого движения по Малому кольцу, это тоже та же задача с тем, чтобы не въезжали в центральную часть города. В смысле? Я не совсем понимаю. У нас уже точка конфликта наметилась. Бессветофорная московская, она ведет из Пторчермета в центральную часть города. То есть, по ней люди едут в центр. Но она фактически задевает историческую часть Малое кольцо, знаете? Московская, Челюскинцев, Восточная, Фурманова. Вот это движение должно быть обеспечено. И лучше, если оно будет бессветофорное. И вдоль него тоже парковки. И вдоль него и нужно сделать парковки. Вот подъезжаешь к этому историческому кольцу, пересаживаешься на общественный транспорт и едешь в центр города. И тогда у нас в центре Малышева, там все остальные улицы будут свободны. Смотрите, ну опять же, концепция транспортного присадочного узла, который, к сожалению, еще до конца не выработан в Екатеринбурге, предполагает, что один из этих узлов будет на станции метро Ботанической. Вы берете другие несколько транспортно-пересадочные узлы. Мы сейчас говорим о парковках. Если говорить о полноценном транспортно-пересадочном узле, который включает и метро, и, так сказать, междугородные автобусные сообщения, и, так сказать, трамваи. Это целые, все виды общественного транспорта должны сосредоточиться в этом узле. Мы не сможем сделать по Малому Кольцу. Поэтому Ботаника, с одной стороны, такой пересадочный узел, где-то на Уралмаше, где-то на Визе, да, такие пересадочные узлы, они есть и также продуманы. Они совмещаются с вокзалами. У нас уже и в ходе дискуссии насчет перехода, и вот сейчас есть столкновение между людьми, которые без автомобиля собираются передвигаться по городу, причем по большому Екатеринбургу, и те, которые все-таки хотят примирить автомобиль. А какие еще есть конфликтные точки? Потому что бизнесу явно удобно строить спальники по периферии, по возможности насаживать эти спальники на магистрали вроде той же московской. Ну, это беда наша, то, что мы сегодня уходим на периферию и начинаем строить там новые спальные районы. Вот я уже говорил на этой конференции, что вот мое видение не нужно, город не должен расползаться. Позвольте поддержать, опять же, смотрите, вот мы сейчас построим, когда мы строим окраинен академический, но при этом не построили к нему какого-либо транспорта, люди, которые там живут, вынуждены очень долго добираться на работу. Если мы будем строить, ну, то есть, если у нас нету какого-то сильного транспортного плеча, который позволяет доставить людей до центра города, где в основном сосредоточены рабочие места, мы будем получать пробки. Соответственно, это жилье, которое будет построено там, будет значительно дешевле, чем жилье, которое построено было ближе к центру, ну, потому что там уже есть те условия. В-третьих, например... И что? Да, оно действительно будет дешевле. Все жилье на периферии, оно стоит дешевле. Ну, и людям там будет сильно хуже, потому что им придется дольше ездить. Во-первых, не сразу Москва строилась, и в проекте академическом есть эти все транспортные связи, и метро туда должно прийти, и скоростной трамвай, и мы даже смотрели, может быть, городскую электричку туда завести. Но главная задача не в том, чтобы доставить из академического на Уралмаш, главная задача, чтобы они не ездили оттуда. И такие движения тоже есть. Посмотрите, сегодня мы говорим о медицинском кластере, он уже проектируется с тем, чтобы жители академические работали и в этом медицинском кластере. У нас там есть зоны, где должно быть наукоемкое какое-то чистое производство, его надо развивать. Может быть, фармацевтическое. Нет, безусловно так, но люди там уже живут и уже стоят в пробках, а когда появится вот это производство, нам сейчас еще до конца непонятно. Опять же, когда в свое время мы разговаривали с руководителем комитета по строительству Липцега, он говорил, что у нас одним из условий новой застройки является то, что там есть достаточная инфраструктура и транспортная доступность. Потому что если этого нет, то застройщик берет себе все прибыли, а расходы перекладывает на администрацию, которой приходится потом как-то это строить. Ну, я с вами согласен, но ведь академически тоже мы начинали еще когда. Вот теперешнее, так сказать, направление, я считаю, как раз не нужно больше таких вот мощных районов, особенно спальных. А давайте еще послушаем Александра Высокинского про возможные конфликты в городе во время стратегического обсуждения и после этого продолжим про конфликты немножко. Есть всегда, ну, как говорится, экономика, естественно, всем хочется выше в максимум, прибыли максимум, да. Это тот раздел стратегического плана, о котором я говорил, бизнес. Еще есть раздел общественности, который говорит, парки, скверы и никакой экономики. Ну, из-за меня приходит там мой уважаемый друг Евгений Ефимович Липович и говорит, машины из города, парки и скверы, значит, и так далее, и так далее. Я говорю, Ефимович, все хорошо, только тогда у меня налогов не будет для того, чтобы тебе дать денег на эти парки и скверы. Это всегда обратная сторона медали. Слушайте, мы упираемся в разговор про деньги, и Высокинский говорит про деньги, и Вы упоминаете про то, что нужно тратить средства на инфраструктуру. А мы можем вообще город-то прилично сделать без средств? Потому что, если бы были деньги, мы, наверное, не шли бы на периферию строить какие-то районы, а реконструировали внутри города. Там и уплотняли бы комплексно, и делали бы нормальный, хороший, дорогой европейский город. Вы знаете, это заблуждение, что если бы у нас были деньги, мы бы не шли на периферию. Идти на периферию – это значит тратить больше денег. Туда нужно вести коммуникации, туда нужен транспорт удобный, велосипедные дорожки. Это на первый взгляд кажется, ой, хорошо, ничего не мешает, быстро построим, быстро не получится. Там всегда будет ущербная застройка, там всегда будет чего-то не хватать. Так, но при этом эти деньги возвращаются, во всяком случае, застройщикам. И если бы это не было выгодно бизнесу, город, наверное, туда бы не шел. Потому что город в своей резону, надо казну пополнять. Что это больше выгодно застройщикам. Хорошо. Таким образом, что делать? Ну, город объективно будет расти. У нас так страна устроена. Почему выгодно застройщикам? Потому что они надеются, что все остальное сделает город. Он сделает коммуникации, он проведет туда метро и транспорт общественный. Он построит детские сады, школы, больницы и так далее. А я только жилье сорву куш и спокойно уйду из этого района в другой. Правильно, если в центре кого-то расселять, это надо договариваться, долго тратить время и деньги. И, в общем, не факт, что еще окупишься как-то серьезно. Ну и как повернуть бизнес лицом к городу, извините за патетику? Ну, во-первых, я считаю, нужно определиться с объемами жилищного строительства. Может быть, не гнаться за этими квадратными метрами. Нам нужно определиться, сколько городу нужно жилья. Сегодня, не секрет, мы породили определенную миграционную волну. Население города стало расти из-за того, что мы строим много жилья. Из-за того, что Екатеринбург привлекательный город, хороший город. И к нам тянутся со всех сторон. И наши, так сказать, с области съезжаются из дальнего зарубежья, к нам едут, вкладывают деньги в жилье. Но растет население, и это снежный ком. Снова нужны детские сады, больницы и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, остановиться. Но мы же не можем не строить жилье. Нужно перейти на другой тип жилья. Нужно перейти на жилье в найм. Нужно строить жилье, которое сдается в найм. Нужно строить арендное жилье. Не просто жилье коммерческое в собственность. Вообще удивительная страна Россия. Нигде на Западе нет столько жилья в собственности. Мы все хотим получить в собственность жилье. Должно быть жилье и в найм. Заплатил, как в советские времена, я плачу за квартиру и живу. Андрей, можно как-то перевести вот эти инвестиционные деньги с окраин в центр? Ну, смотрите, опять же говорю, я не совсем согласен с Александром Высокинским на тему того, что если мы уберем машины, то у нас будет меньше денег. Это ведь вопрос не… То есть это не вопрос количества машин. У человека может быть много машин. Это вопрос их использования, вопрос правильного использования транспортной системы. То есть просто городу нужно выработать стратегию, которая будет для него выигрышной. И в плане транспорта. То есть оптимальная задача транспорта – это перевести человека из точки А в точку Б с максимальной скоростью, допустимым комфортом, выполняя каждый раз определенную задачу. То есть если человеку нужно ехать по делам на машине, и нужно отбирать у него эту машину. Но если он ездит, допустим, из дома на работу и обратно, то городу выгодно, чтобы он ехал на общественном транспорте. Хорошо. А как заставить инвесторов прийти с окраин в центр и реконструировать центр, потому что он будет ветшать, а окраины будут все более и более свежи? Ну, как Вы понимаете, Вы задаете мне вопрос не по тому профилю, которым я занимаюсь. Ну, во-первых, я бы сказал так, нужно запретить строительство там, на периферии. И тогда инвесторам ничего не останется, как строить в городе. Но я не говорю… Ой, как в Арамиле, в Березовском и в Пышме обрадуются чиновники, если в Екатеринбурге запретят строить на окраине. Это значит, что в их городах будет появляться жилье, в их муниципалитетах? Да не всегда, не всегда. Мы… к нам идут, потому что это Екатеринбург. А в Арамиле-то, знаете, не каждый поедет. Не каждый купит квартиру из дальнего зарубежья или из области, поедет в Арамиле. Сегодня все едут в Екатеринбург. А можно ли оседлать эту миграцию? Потому что, ну, Россия так устроена, у нас процесс вторичной урбанизации происходит. Закрываются производства в небольших городках, и люди, естественно, едут сюда. Они от хорошей жизни не потому, что здесь так здорово, а потому что… Нужно миграцию закрыть. Другое дело, какое население мы привлекаем? Нам нужно креативное, классное население, высокопрофессиональное. А они ведь не обязательно приедут вот с деньгами и сразу покупят квартиру. Нужно, еще раз говорю, делать арендное жилье, чтобы он мог приехать, снять квартиру. Он, может быть, вообще поработает у нас лет 5-10, не больше, и уедет дальше. Вот задача. Поэтому строить арендное жилье. Нужно сегодня застройщиков, инвесторов как-то перевести вот на этот тип. Сегодня уже появляются у нас так называемые апартаменты. Это предтеча арендного жилья. Надо всячески содействовать этому, но и подвигать задачи администрации к тому, чтобы апартаменты превратились в нормальное, полноценное, так сказать, жилье в найм. Апартаменты просто их тоже продают. Ну, сделать так можно, потому что арендные проекты, они долгие. Это значит понизить рентабельность всех остальных. Это значит, деньги уйдут в Челябинск и в Пермь и куда угодно. Они же не будут в Екатеринбурге сидеть. Ну, я не скажу, что, знаете, уйдут в Пермь. В Пермь, значит, тогда это значит все те, кто хотел купить жилье, поедут в Пермь. Я с этим не согласен. Пока едут в Екатеринбург. Еще раз повторяю слово Екатеринбург. Но мы как-то, знаете, все время говорим о транспортных проблемах и о жилье. Ведь задача решить эту проблему, можно, вернувшись, сделать город снова полицентричным. Вот я уже об этом говорил. Свердловск когда-то был таким городом. У нас были Уралмаш, Химаш, Эльмаш, самодостаточные районы. Там внутри жили, там внутри работали. И не было этой маятниковой миграции. Даже имея машину, у меня нет нужды ехать на Химаш. Только к родственникам или к каким-то особым случаям. А ежедневных маятниковых миграций не должно быть. Поэтому задача стратегии, о том, о чем говорил Высокинский, и проектировщиков, архитекторов, вот именно так сконцентрировать в этих районах и промышленность, и отдых. Чтобы они не чувствовали себя ущербными. Я напомню немного. Опять же говорю, когда разговаривали с представителем Лейпцига, он говорил, что в России почему-то принято называть, делить город на центр и не центр. Это очень плохо, потому что иначе означает, что все, что не центр, это все упадочные территории. А у них есть центр типа А, центр типа Б, где есть разное производство, разный транспорт, соответственно, разное обеспечение магазинами. И они развивают, соответственно, вот эту категорию. И чтобы перевести из одной категории в другую, нужно улучшить вот эту территорию, сделав большую доступность для торговли, больше тот же самый транспорт, парки и так далее. И когда центр увеличивается, там можно, например, более высотные здания строить, потому что для людей, которые там будут жить, есть все условия. Хорошо, давайте послушаем человек, который нам внешне аудит может предложить. Это Андрей Головин, доцент градостроительства и территориального развития Пермского исследовательского политехнического университета. Это человек, который разрабатывал мастер-план Перми. Это вроде стратегии пространственного развития в Екатеринбурге, аналог. То, что мы видим в ситуации сейчас, она действительно ориентирована, или тренды. Это многоэтажная застройка на периферии, малоплотная, которая стимулирует транспортное перемещение людей. И сейчас эту тенденцию власти города хотят изменить. То есть это переосмысление, это не противоречие, а переосмысление ранее произведенным каким-то действием и формирование новой стратегии, нового торрента развития Екатеринбурга. И мне кажется, это хорошее начало. Вы когда говорите про то, что нужно создавать полицентричную систему, советская была построена очень просто. Есть завод, а есть завод для жилья, где работает такое средство производства, как советский человек. А сейчас, как человек из Химаша, ты заставишь бросить хорошую работу в центре и переместиться на родной район, там жить и работать. Это опять запретительными мерами. Это значит, надо сказать, подписали стратегическое соглашение город и инвесторные на проме про строительство ещё одной башни в Сити, 300 метров в вышину. Нет, этого не будет, потому что это создаёт дополнительную маятниковую эмиграцию на улицу Бориса Ельцина. Стройте на Химаше. И инвестор такой скажет, да, хорошо, мы построим в Воронеже. Конечно, это сложнейшая задача. Но это не означает, что каждый из районов должен иметь своё Сити. Сити Екатеринбург одно. И башня, и сеть, она действительно только в центре должна быть. Это общегородской, региональный, хотите, центр. Но в каждом районе сегодня нужно найти и разместить такие производства, которые бы были интересны той части населения. Почему я говорю, что надо возродить вот даже те же районы? Потому что у них уже есть промышленные территории, которые сегодня имеют излишки. Вот нужно продумать. У нас сегодня малый бизнес занимается этими делами, ищут какие-то площадки. Пока, ещё раз говорю, мы не подойдём к этим районам, как градостроительным единицам, и начнём к ним относиться очень взвешенно, чтобы там было и производство, и отдых. Но отдых не такой, что вот какой-то по ущербному, опять же, образцу, а полноценный отдых, полноценное развлечение, своё некое общественное место. Может быть, группировать по каким-то производственным направлениям. Действительно, здесь одни профессии, там другие. Но давайте над этим думать. У нас же есть стратегия развития промышленности Екатеринбурга. Давайте мы подумаем и разместим её вот таким образом, по старым районам, чтобы возродить, вдохнуть новую жизнь. И тогда, может быть, да, сегодня я работаю в центре Екатеринбурга, но, может быть, мне будет потом интересно, я перейду на другую работу. Всё-таки ближе, рядом, живу, и пять минут ходьбы, как это говорят, вот такие общины. Я просто не представляю, как это можно сделать. У нас в городе такая... Это сразу не сделается. У нас структура занятости такая, не промышленная. Вот что такое стратегия пространственного развития? Она смотрит вперёд на, возможно, далёкую перспективу. Вот мы должны работать в этом направлении. Это не говорит, что завтра всё станет так. Вот разместили и сказали, полицентричная система, и всё уладилось. Нет, это может быть 20 лет, 25 лет, даже 30. Но мы знаем, в каком направлении идти. Появилось какое-то новое, ноу-хау в производстве. Не размещать ещё где-то за городом в новом месте. А давайте-ка мы его разместим на Уралмаши. Тем более, они половину территории готовы отдать. Давайте посмотрим, как это сделать там. Хорошо. Кроме Уралмаши, где есть избытки площадей... И на Уралмаши есть, и на Эльмак, Турбинка, возьмите. Завод имени Калинина. Вот я, как бывший главный архитектор, знаю, когда мы межевали, там много территорий, которые сегодня заняты уже непрофильным производством. А зачем оно нужно? Может быть, надо убрать вот эти невыгодные городу какие-то базы, складики и тому подобные вещи. Если уж мы создаём, говорим, что Екатеринбург логистический центр, так он не должен быть из каких-то маленьких кусочков. Пусть логистика будет в одном. А здесь будем размещать какие-то производства. Хорошо. Но вот когда к тому же Головину приезжали голландцы, они говорили, что такой плотный, разнообразный город – это дорого. Вы должны подготовиться к тому, что много лет будете строить такой город. И у Головина не вышло. Его даже в СИЗО посадили, потому что он столкнулся с нашей бюрократической системой, в том числе правоохранительной. Он столкнулся с абсолютным непониманием бизнеса. Бизнес не понимал, зачем нужен вот такой европейский город. Он столкнулся ещё и с непониманием профессионалов, потому что архитекторы не восприняли все его доктрины. Так. И что у нас может быть другого, что у нас система не будет сопротивляться изменения? Мне кажется, в Перми. Вот они сделали вместе с голландцами. Ура! Но стратегия пространственного развития – это как раз выстраивание отношений между властью, бизнесом и населением. Это долгий процесс. Не просто придумать и сказать, вот будет так. Нужно общаться. Смотрите, да, действительно. То есть в той же самой Европе ведь проходили те же самые стадии. Там автомобилизация, когда у них был в выпадке общественный транспорт. И они не за один год переориентировались. Мы находимся сейчас по отношению к ним тогда в лучшем положении, потому что мы можем посмотреть их опыт и пойти по тому пути, который для нас лучше. Ну, то есть мы понимаем, к чему этот путь приведёт. Но мы не должны думать о том, что у нас там по щелчку всё возьмёт и изменится. Мы должны понимать, что для этого придётся много работать. Но уже понимание того, что мы хотим что-то изменить, это уже хорошо. То есть, да, стоит, например, не только… Ну, то есть мы поговорили про занятость в районах, но стоит развивать и какие-то хобби. Помню, когда я… У меня было моё детство, мы играли в футбол двор на двор и так далее. У нас сейчас совершенно не развит почему-то дворовый спорт. Для его развития не нужно много денег. То есть во многих случаях нужно просто приложить большое, там, более правильное усилие, то есть больше подумать, но меньше потратить денег, нежели рассчитывать, что можно взять большую сумму, построить там какой-то суперрайон, и это сделает наш город лучше. У нас в последнее время за досуг отвечали торговые центры, что, конечно, не совсем то. Давайте на десерт пару вопросов от зрителей. Спрашивают, а что с заводиком на Уральской, Июльской, Омской, который мешает продлению Уральской? Про него как-то забыли все, и что вообще там производят? Кто-то знает, что это? Ну да, действительно, этот заводик там стоит, он готов уйти, но там проблема еще в сносе нескольких двухэтажных, по-моему, домов. Там их, по-моему, шесть или семь. В свое время компания «Маяк» собиралась сделать, но так и не нашла денег. Это достаточно дорогое удовольствие. Расселять людей? Завод-то уйдет, а вот расселить эти дома двухэтажные старые ветхие – это проблема. Вас поддерживают, говорят, что да, люблю ездить в автобусах, там радио дачи и общение живое, так сказать, только состояние транспорта плачевное, а трамваи зимой вообще беда. Кстати, стало теплее в трамваях, там специально их переоборудовали. А это правда, что приезжали японцы и сказали, мол, мы вам бесплатно метро выкопаем, но все, что найдем из полезных ископаемых, наши. И наши отказались, теперь говорят, мол, денег на строительство нет. Я не слышал. Очень похоже на типичную городскую легенду. Хорошо, все-таки последний, давайте пригвоздим наш разговор, последний вопрос, который я повторял много раз сегодня. Какой тип города ближе Екатеринбургу? Я понимаю, уральский, но тем не менее, европейский, азиатский, американский, вот если бы был выбор из трех, Андрей? Ну, европейский, смотрите, даже США, Америка, которая изначально развелась в другом направлении, сейчас пытается переориентироваться на Европу, но это достаточно сложно. То есть, не знаю, исследование Гейла заказывают в Нью-Йорке. И, кстати, опять же, его исследование заказывают в Китае. Китае тоже ведь проблема была, у них был очень быстрый рост. То есть, когда было много денег, когда были большие строительные возможности, но не было понимания, как правильно это применить, чтобы огромные здания, огромные производства не раздавили человека, чтобы он чувствовал себя там комфортно. И сейчас они тоже пытаются найти свой путь. Ну, я тоже думаю, что всё-таки нас ожидает европейский, не американский, с их разноэтажной Америкой, даунтауны. Кстати, они уже, по-моему, наелись этими даунтаунами. И, живя на окраинах, сегодня молодёжь стремится переехать в центральную часть города, и они строят эти многоэтажные дома. Всякий случай, так в Чикаго случилось. Ну, и в Нью-Йорке, и в Питтсбурге, и в Сан-Франциско. Какой тип города больше всего подходит Екатеринбургу, спрашивали мы вас. У нас, конечно, не сайт мэрии, мы тут судьбоносных никаких решений после этого голосования не можем вынести. Тем не менее, 72% за европейский город, всего 6% за азиатский, и на втором месте американский. Ну, в общем, пятая часть, и я думаю, что вам, людей, не придётся переубеждать в следующий раз, если встанет так вопрос жёстко. А сейчас я предлагаю вам поговорить про искусство. Мы поговорили с комиссаром Третьей Уральской биеннале современного искусства Алисой Прудниковой, и скоро этот разговор будет, но прежде небольшая реклама.